МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все больше поражаюсь тому, как в Азербайджане зомбируют людей в духе антиармянизма. Начиная с детских садов, заканчивая сферами культуры и науки. Политизировано буквально все. От детских учреждений до институтов, скажем, далеких от политики. В спорте, например, где, казалось бы, здоровые мужики должны приносить победу для своей страны. Спорт и спорт. Имеются свои победы, свои поражения. Но политизировать все, что имеет хоть какой-то географический окрас, это уже за гранью логики. Недавно спортсмен из Арцаха, кому непонятно поясню, из Карабаха, Ашот Даниилян, завоевал золото на Кубке мира по самбо, который проходил в Москве. Его противником, в том числе, оказался и азербайджанский спортсмен Бахтияр Аббасов. В весовой категории в 90 килограмм арцахский самбист одолел своего азербайджанского противника. Все бы ничего. Казалось бы, зачем политизировать? В спорте бывает все. И победы, и поражения. Но проблема в другом. Во время исполнения армянского гимна, азербайджанский спортсмен, поверженный Ашотом Данииляном в полуфинале, перетерпел гимн соседней страны, свесив зад. Либо от бессилия стоять на ногах после поединка с Арцахцем, либо вспомнил теорию Дарвина и решил среди людей оказаться приматом. Не знаю. Таким, как он, виднее. Зато в историю спорта азербайджанский самбист попал и переплюнул в этом деле самого Герострата. Герострата увековечил свое имя в качестве первой в мире задницы на пьедестале почета. Во всяком случае, я не знаю подобного примера задницы на пьедестале. Да, еще и третьей задницы. К тому же поделенной. И не просто третьей. Я, конечно, догадываюсь, зачем это было сделано во время исполнения гимна страны-победительницы. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле победительницы. Аббасов понимал, что вернувшись в Баку, неприятностей психологических не избежать. Тем более, армянский самбист из Карабаха. Аббасов честно проиграл бой. Честный бой. На ковре. Героизация провалилась. Нужно было искать героизм в другом. Например, в приседании. Тогда, может, на родине и похлопают по плечу. Скажут, мол, молодец Бахтияр, что не стоял во время звучания армянского гимна. Хоть в этом какой-то плюс. Удивляюсь, кого воспитывает Ильхам Алиев? Какое поколение? Офицеры, которые набрасываются на спящих офицеров с топором и получают за это очередное воинское звание. Вплоть до всенародной любви, героизации или преследование своих же граждан, кто отдал голоса за армянского исполнителя на Евровидение. Или угрохать кучу денег албанцам за победу над сборной Армении по футболу. Господа, что происходит? Кто-нибудь в Азербайджане может посмотреть на политику своего государства со стороны? Просто со стороны. Просто выкинуть из головы армян и трезво оценить ситуацию. Неужели не страшно, что на смену идет такое поколение, поколение зомбированных алиевской пропагандой молодых людей? Пока мы готовились к сегодняшнему разговору, пришло известие, что Бахтияр Аббасов извинился за свое поведение. Во всяком случае, об этом пишет Армен Пресс со ссылкой на председателя федерации самбо Армении Ливона Айрапетяна. Если так и есть, и если спортсмен искренне извинился, то не все еще потеряно. Спортсмены должны понимать, что политика не стоит на месте. Она меняется. Политика меняется, а спорт остается. И важно оставить свое имя в истории мирового спорта безупречным. А поражение не беда. Всегда можно наверстать. Но если не суждено, и если не быть первым, то будь добр хотя бы уважать гимн другой страны. Уважать на ногах, как это делают все спортсмены мира. Видимо, Аббасов понятия в ногах правды нет, понял в прямом смысле. Поэтому решил приземлиться задом. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...